Это программа Ресурсы, с вами Единора Саду. Здравствуйте. Закон об уточнении бюджета был одобрен Сенатом Парламента 21 ноября и сейчас находится на подписании у главы государства. По уточненным параметрам, поступление республиканского бюджета на 2013 год определены в объеме 5 трлн 242 млрд 500 млн тенге или с ростом на 14,4 млрд тенге по сравнению с текущим бюджетом. Расходы республиканского бюджета предусматриваются в сумме 6 трлн 33 млрд 400 млн тенге со снижением по сравнению с текущим бюджетом на 65 млрд 600 млн тенге. Рассматриваемый проект восстановления сформирован в соответствии с требованиями бюджетного кодекса, включает произведенные при уточнении изменения по суммам целевых трансфертов местным исполнительным органам перечню приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 2013-2015 годы и перечню государственных заданий на 2013 год. В проекте учтены ранее произведенные перераспределения внутри программ и подпрограмм с целью улучшения освоения бюджетных средств. За 10 месяцев текущего года рост ВЛП Казахстана составил 5,8%. По итогам года ожидается достижение прогнозируемого показателя 6%. До конца года кредитная политика банка второго уровня Казахстана в отношении субъектов бизнеса может ужесточиться. Это исследование Нацбанка Казахстана. 12% банков планируют в четвертом квартале 2013 года ужесточить кредитную политику, в то время как 88% ожидают оставить все без изменения. Наибольшее влияние могут оказать отдельные банки с иностранным участием, а также некоторые банки с казахстанским капиталом, в то время как пятерка крупнейших банков прогнозируют оставить кредитную политику без изменений. В исследовании Нацбанка также отмечается, что в третьем квартале по сравнению со вторым произошло замедление спроса на кредиты. Доля банков, отметивших рост спроса на кредиты со стороны корпоративного сектора, уменьшилась с 59% до 56%. В отраслевом разрезе в третьем квартале наиболее кредитуемыми продолжают оставаться предприятия сферы торговли, добывающей и обрабатывающей промышленности. Основными сдерживающими факторами кредитования бизнеса продолжают оставаться высокая доля проблемных кредитов в банковском секторе, дефицит долгосрочной тенговой ликвидности, непрозрачность компаний, несовершенство судебной системы отмечают в Нацбанке Республики Казахстан. Прибыль Air Astana по итогам 2013 года снизится на 18% в сравнении с 2012 годом. Об этом сообщил управляющий директор Самрухазана Нуржан Байдаулетов. Он отметил, что доходы Air Astana по итогам 2013 года составят 143,8 млрд тенге и вырастут на 10% в сравнении с прошлым годом. В то же время чистая прибыль компании по итогам года прогнозируется на уровне 7,5 млрд тенге против 9,1 млрд тенге в 2012 году. Снижение этого показателя на 18% по словам Байдаулетова связано в первую очередь с увеличением расходов на приобретение шести воздушных судов, собственность которой в перспективе дадут прирост чистых доходов. Также Байдаулетов сообщил о том, что цена билетов Республики Казахстан на внутренние рейсы повышаться не будет, если конечно керосин не подорожает. Цены билетов Air Astana регулируются антимонопольным агентством. Цены на международные рейсы не регулируются. Air Astana может устанавливать цену в зависимости от конъюнктурных условий на конкретных направлениях. Объем розничных продаж в Японии в октябре вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре рост составил 3%. Результат оказался чуть лучше ожиданий аналитиков. Они прогнозировали рост продаж на 2,1%. Стоит отметить, что в крупнейших сетевых магазинах Японии в октябре был зафиксирован спад на 0,4%. Это оказалось не столь радостным событием для экспертов, хотя они и ожидали падения. МВФ готовится посетить Испанию. Сотрудники банка намерены проверить, насколько выполняются страной реформы в банковской сфере. 2 декабря делегация МВФ начнет обсуждение с правительством и представителями частного сектора. В ходе дискуссии будет проведена пятая и последняя независимая проверка по состоянию дел и улучшениям в банковском секторе страны. Предварительный доклад будет опубликован, как ожидается, 16 декабря. Финальная версия выйдет в свет в начале февраля, заявила пресс-секретарь МВФ Ангела Гавири. Это была программа «Ресурсы». Всего вам хорошего и до встречи. Ресурсы.